Несколько вездеходов, судно на воздушной подушке, для дорог – экзотика. Для Михаила Примакова – обычный транспорт. Потому что никакая техника, кроме беда, не пройдет по тонкому льду. И вовремя, чтобы подоспеть к людям, которые требуются помощи, используется эта техника. Тонкий лед, снежная целина, водная гладь – его рабочее место. Поиск пропавших, спасение рыбаков с альдин уже 10 лет. Спасатель – профессия, образ жизни. Не знаешь, где, куда, откуда тебе придется в данный момент что-то делать. Например, ты сейчас здесь сидишь, а через 10 минут поступил какой-то вызов, а через час ты должен быть в Толмачево лететь куда-то. Может быть, что-то поспокойнее выбрать там? Нет, я уже не смогу. Телецкое озеро, подъем лодки – только один из эпизодов. Стоя на середине Телецкого озера, держа баржу двумя кораблями, и водолазы работали, и глубоководные аппараты работали. Ну, в течение двух недель мы ее достали. Раньше был пожарным. После окончил курсы спасателей в Новосибирске. Учится постоянно. Сейчас умеет управлять любым из этих вездеходов. Может работать водолазом с многочисленным инструментом на ты. Все, что нужно для работы гидравлических ножниц, готовят за секунды. С его помощью сжимают или разжимают какие-то металлические конструкции, к примеру, смятый кузов автомобиля. Даже держать его достаточно тяжело. Инструмент весит, по ощущениям, килограммов 20. Тренировки каждую смену в свободное от вызовов время – это правило. В Берском поисково-спасательном отряде все спасатели имеют от 3 до 15 дополнительных профессий. Это начиная от водителя автотранспорта, судоводителя, и заканчивая промышленным альпинизмом. Пока идут съемки – очередной вызов. Пожилая берчанка не может справиться с замком. Дежурная смена на выезд. Даже в свой профессиональный праздник. Остальные два десятка человек готовы прийти на помощь по первому звонку.